тут прямой эфир от тебя и мне приятно что вам приятно как у вас погода у нас в питере был вчера ураган не у нас тихо спокойно нас бабье лето видимо потому что ну в принципе я вышла без пиджака пиджак одела уже в машине потому что в машине было холодно а так вообще погода как будто летняя такая знаете бархатный сезон то есть не жарко а прям хорошо они-то сохрани пожалуйста мы на отдыхе вообще не до того хочу потом спокойно эфир глянуть вареночка тогда тебя рада этого свадебное путешествие вы куда-то поехали в горы я видела твой stories а куда именно я так и не поняла но это круто молодцы на машинке да они это на улице холодно нет на улице будет сегодня градусов ну за 20 точно просто легкий ветерок солнышко не на улице хорошо просто я делаю пиджак в машине было холодно сегодня церковный праздник если что голова сечь о особенно сидят нельзя хорошо не буду мне только дай повод ничего не делать я такая типа уважительная причина ничего делать нельзя сколько квадратных метров твоя ванная комната по плитке или в общем так все семь с половиной а вторая вторую не делали вторая три с половиной это семь с половиной причем она была такая большая мне казалось а когда плитку положили стала маленькая потому что еще плитка такая но она конечно офигенская ника вчера такая зашла такая мама такое ощущение как будто это как с картинки в пинтерессе то есть класс вот класс прям очень нравится я снимаю строительный влог на тему ванны вот потом буду пересматривать я иногда пересматриваю старые видео где тара маленькая этот прикольного деника картает я вспоминаю все таки раньше прямые эфиры не знаю почему с чем это связано но раньше сделать глоток кофе было нереально столько было вопросов сейчас все смотрят то есть присоединяются и смотрят вопросы от единиц в основном а тех же кто как бы со мной давно очень стильно получается ванная точно как журналов даника тоже так сказала потому что соединено как бы тепло и холод плитка под бетон с плиткой под дерево и она классно смотрится и еще разбавлена черной плиткой ну темный такой чуть-чуть и она хорошо так прям доброе утро анечка скажите пожалуйста если не секрет сколько стоит ваш шкаф 10 метров ну ребята сделали в принципе дешевле чем я с ними торговалась еще потому что они делали гардеробную перегородку плюс как бы мебель в доме поэтому говорю да давайте как бы я такой клиент который зашел можно сказать я не знаю объемом да вот и поэтому они сделали дешевле а так в принципе мне считали 100 и ребята посчитали 90 с чем-то я говорю давайте дешевле вот но это получилось три с три тысячи с копейками долларов вот она настроение уже хорошая проблем с человеком решены хорошего дня нет не решены просто если быть все время в таком настроении то и это не совсем проблемы понимаете как бы тут другая штука можно конечно это назвать проблемой а можно я не знаю как вам объяснить я не хочу на самом деле особо об этом говорить это для меня неприятно я послушала лекции разные например да вот того же лобковского мне очень нравится импонирует вообще его как бы взгляд на жизнь потому что как бы она у меня такой взгляд на жизнь но окружающие иногда типа пытаются вызвать мне чувство вины да как бы и вот эта вот манипуляция как бы а я просто хочу так как ну короче есть такие нюансы которых мне не хочется говорить но можно сказать я отстаиваю просто как бы свою как бы позицию где-то я ее прогибаю а где-то я не не готова прогибать а меня гнут и и давят чувством вины ну короче вот поэтому а чувство вины за что ну как бы короче и вот это вот такая ситуация она меня ввела в такое как бы типа пересмотреть вообще на на некоторые вещи типа почему так а они по-другому то есть такое ощущение что мы многие живем по шаблону я вышла из этого шаблона и произошел такой как бы дисбаланс нет они не решены и они как бы тут дело даже не в том что как бы решается не решается тут дело в том что это состояние которое есть в нем долго нельзя находиться иначе можно уйти в я уже говорила да в депрессии потому что в принципе как бы я была на грани но я понимала что я не имею права наверное туда входить вообще-то как бы во-первых она мне не надо во вторых как бы у меня дети и мне приходилось танцевать петь улыбаться для того чтобы как бы они не поняли что со мной происходит поэтому как бы таких таких моментах мне как бы я ухожу или в книге или мне надо уединение да то есть меньше общения и как бы больше уединения вот я смотрю на тебя улыбаюсь недостаточно доброго утра спасибо юлечку спасибо очень приятно что у вас там с квартирой ремонт как ремонт как добро утро вы как солнышко спасибо вас очень приятно слушать смотреть просто на вас тоже приятно правда приятно какой следующий этап в ремонте потолок да что ж мы все в потолок на потолок у меня вообще не особо парит если честно как бы ну есть он там и есть он вообще как вот на самом деле я не знаю почему как бы есть вещи которые блин хочется быстрее сделать вот хочется прям но очень хочется потолок не знаю в моей голове это какой-то самый последний этап наверное то есть как бы вообще не парюсь поэтому вот даже по поводу дверей отсутствие дверей до межкомнатных и тоже меня не особо расстраивает хотя мы пользуемся уже туалетом да а двери нету что то есть как-то вот так вот может потому что как бы так получается что дом же не камерный он как бы большой поэтому даже если ты пошел в туалет без дверей то никто ничего не знает короче тебе того вот следующий этап это покраска стен в большом зале ну получается с прихожей там как бы осталось еще квадратов наверное 100 может меньше да меньше покрасить и потом плинтуса ну и вот такие вот черновые работы в принципе закончены потом надо будет наверное делать ну то есть двери потом наверное второй санусел может быть я не знаю на самом деле сейчас начнем жить начнет ну как бы будет холодно да и мы поймем где где надо потому что мы в принципе в пол дома уже живем и нам все ок нам все нравится все окей единственное что я бы хотела еще козырек над дверью потому что когда идет дождь и как бы ну стоя стороны дома на окна меньше попадает чем например с этой стороны где входная дверь и она все время мокрая она как бы такая что типа что она не боится влаги и тому подобное но при покупке меня предупредили лучше чтобы был козырек дольше типа прослужит поэтому я все время думал о козырьке вот это так в принципе ну я не особо как бы там гараж вот единственное что я бы хотела гараж но я понимаю что это тоже как бы стоит денег поэтому надо будет просто найти рабочих чтобы забить его утеплить то есть он забит гараж его надо просто утеплить ну то есть 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 чем заниматься как бы а в плане этапа постепенно сначала вот наверное покраска стен здравствуйте расстались с мужчиной 6 6 половиной лет были вместе не в браке я была инициатором расставания ни разу не написал и не позвонил можно делать выводы это правильно можно делать выводы это правильно во первых встречаться с мужчиной 6 половиной лет вы стали инициаторами не знаю как вы жили да и как бы что стало причиной расставания но если мужчина как бы не ну как бы не пришел и не уладил например да я конечно не знаю если в принципе есть мужчины такие которые ну какой-то мере это на самом деле логично да если опять же взять лобковского если женщина принимает решение что все я ухожу тут есть два варианта как он говорит да один вариант это как бы для того чтобы мужчина принял какое-то решение да типа ну потому что нету больше как бы да ну то есть вы в тупике и чтобы тупик как бы раскрылся то надо что-то сделать вот если он ничего не делает значит как бы окей не пришел ничего не сделал значит как бы сделал свой выбор поэтому если вот так поступил до 1 миду вы ушли он не уладь то как бы да делайте выводы то есть получается что ваши шесть лет это теперь ваш опыт вот и об этом наверное ну судя из моего опыта дважды в реку уходить не надо поэтому идите просто дальше обидно неприятно надо идти дальше я не могу давать советы скажу честно я не люблю давать советы психологи же не дают советы да и как бы и правильно то есть они могут сказать как это выглядит со стороны человек уже сам делает выводы анечка слушала недавно аудиокнигу ешь молись люби мне главная героиня ассоциируется с тобой про твоего познания духовности послушай на досуге очень интересно твой отзыв о книге я книгу не читала я смотрела фильм скажу честно и теперь мне не хочется читать хотя многие говорят о том что вообще книга и фильм это два разных я когда посмотрела фильм я для себя очень многие вещи поняла тогда он в кинотеатрах шел это было очень давно потом когда я попала на шри-ланку я с тоже такая думал прям как фильме и у нее был поиск себя она понимала что все не так как бы что-то в жизни все не так и у меня было тоже самое и как бы просто каждая из нас шла по зову сердца не потому как принято или у нас многие женщины живут ну потому что так надо то есть неосознанно живут типа я вышла замуж я родила детей или ребенка да и я живу а как ты живешь как бы нету понимания сознания как это да что ты чувствуешь то есть очень многие как бы живут как кошка собака но но живут ну это ж как бы а как же а ребенок ну то есть это такая тема я никого не осуждаю каждый поступает так и считает нужным вот но я имею ввиду что когда приходит осознание вообще что-то делаешь в этом мире очень многие вещи меняются доброе утро нет привет почему не видно мама по штангу запорожье анечка как вы думаете почему у девушек зачастую после 30 начинается любовь к себе озарение ума прибавляется опыта потому что когда мы до 30 до 30 но я опять же могу сказать о себе наверное так мы живем обществом воспитанием там школой там университетом друзьями кто что сказал там телевизором кто-то книгами и потом только как бы вы собираете все в кучу и формируете себя после тридцати кто-то раньше кто-то позже у меня так дверь как твой потолок нет да и нет все привыкли без тех главное совсем не привыкнуть потому что знаете как нет ничего постоянного чем временно или как временное чем постоянное вот о мы перемешали к покраске стен коридоре и постоянно в эпицентре на григоренко то валики то скотч то стрейч пленки перешли все я поняла как отношения с мамой потихоньку притерлись к быту нет у нас сейчас тоже нет дверей в туалет а потолок я тебе сфотка и пришлю глянешь такой бы тебе парил я думаю ну присылай посмотрим потому что мы ржем с нашего потолка в формате типа стиль лофт пусть так и будет такой типа смеемся а кабину душевую нужно перебрать чтобы красиво было не совсем нравится как сейчас пока делаете ремонт делай так как нравится потому что потом будет мозолить глаза и будешь думать блин почему я не переделаю доброе утро подавлять эмоции очень сложно сочувствие надеюсь вы нашли поддержку ресурс вы знаете когда раньше я где-то читала или где-то слышала или вот так вот но было да где-то попадалось что надо выехать в лес или там где людей нету и просто прокричаться да я думала боже сумасшедшие люди как можно вот так выехать и просто покричать представляете иногда ну вот я буквально недавно поняла что да можно можно почему потому что внутри столько всего накопилось там обида разочарование короче столько всего что что кричится очень хорошо если что имейте ввиду да поэтому поэтому подавлять эмоции можно но выпустить их потом надо потому что если вы их подавите и оставите в себе то это вылезет в болезни то я вам сто процентов говорю обида на мужчин например она вылазит в в женских проблемах то есть если женщина болеет по-женски то надо копаться где ее обидели то есть где она обиделась на мужчину ну то есть психосоматика кто-то верит кто-то нет я 50 на 50 просто я заметила по себе да как бы что когда у меня были проблемы по-женски я очень сильно обижалась на бывшего мужа тогда не только родилась ну неважно да я имею ввиду что я проанализировала и поняла что как бы все вот эти вот болячки даже вот та же головная боль ну как бы я даже знаю как какая она болит вот голова да то есть вот эта головная боль она от чего я иногда это все улавливаю поэтому да как фильм называется ешь молись люби ну вот мы так и живем и спиной чувствую его неприязнь к себе фигово на самом деле это фигово это это когда живешь и понимаешь о том что ты проживая жизнь зря то есть тебе у тебя есть жизнь но она проходит ну как бы мы многие привязаны к быту да типа вот например есть семья как бы опять же долго делался ремонт все оно нарабатывалось все тяжело зарабатывалось и тому подобное и люди не могут расстаться потому что их держит даже не ребенок а вот если это все развалится то а как а как что делать и тот тому нужна квартира и тому например да и как этот вопрос решить ой это ж надо переехать а мы тут живем хорошая квартира надо будет переехать например в плохую то есть и понимаете вот это людей останавливает но когда вы переезжаете в недострой просто в жопу какую-то да образно говоря и думаете все все закончилось поверьте у вас все только начинается вот поэтому я ни к чему не призываю ни в коем случае я просто говорю что там где кажется что плохо это временно у нас все временно приветики северодонецка привет дочка просто слушаю люблю тебя спасибо про подавление эмоций и обиды на мужчин это верно вылазит болезнью это ж нервы а как известно все болезни от них да на самом деле да вот эти вот как вам сказать даже не когда вот адреналин и типа стресс это один момент это влияет на волосы на их выпадение на еще какие-то штуки но есть вещи когда люди все время в каком-то стрессе то есть они все время подавляют свои эмоции они не умеют говорить нет да то есть отказывать и когда ты отказываешь как бы ты опять ощущаешь чувство вины да если это близкие ну и так далее то есть это такие моменты некоторые люди очень стеснительно не могут например даже стесняются в общественном транспорте там билетик передать ну я образно да вот и и много и вот этот вот дискомфорт он как бы он сидит внутри над этим надо работать и это выпускать обязательно страдая мигрени получается обида на кого-то нет это может быть много разных моментов потому что голова наша она ну она как вам сказать она реагирует на многие вещи но они быстро проходящие и например или наоборот долго сидящие то есть тут как бы это очень глубокая тема там можно копаться просто в гугле или там в яндексе не знаю где-то в бете психосоматика головная боль например да и почитаете там очень много статей то есть если вас что-то интересует всегда ищите в интернете я не говорю что в интернете есть сто процентов та информация которой можно доверять но вы же взрослый человек и адекватно оцениваете да как бы информацию поэтому обращайтесь к нескольким источникам то есть там почитали там почитали сделали свой свое резюме как тебе книга возлюбивая ли свою насколько несколько раз а ты у меня спросила но я ее не читала несколько раз начинала читать и тяжело читать я не начинала ее читать то есть я слышала о ней и в принципе как бы попытки тоже были но как-то что-то еще не читала доброе утро кошечка моя приветик олечка как ты там ты покрасилась ты теперь такая светленькая я тебя еще не видела светленькой все вопросы закончились смайлики кто это у нас даже мужчины тут есть его я думаю только девочки вы всегда были уверены в себе или были моменты когда стеснялись чего-то сказать в обществе у меня были моменты когда я не могла пиццу вызвать по телефону образно говоря да ну как пример я очень была стеснительная хотя внутри как бы ну я чувствовала всегда в себе стержень никогда не давала себя в обиду то есть как бы я не прогнулась бы вот ну потому что типа как во мне много гордости которую я тоже над ней работала потому что это тоже как бы гордыня это такая штука и ну честно в принципе много работы над собой провела но еще есть над чем работать и много в принципе по поводу скромности даже не скромности а стеснения да был момент в моей жизни когда ну когда мне надо было по телефону да там ну это лично и получается рассказывать не особо хотелось бы ну короче я имею ввиду что надо было поговорить да по телефону и я бэкала мэкала я стеснялась я не знала что сказать и я в принципе вижу например в доминики иногда что взрослые люди когда с ней разговаривают что она может за стесняться я ей объясняю я говорю нет это такие же люди у них те же потребности что и у тебя ну то есть это как бы помогает да потому что ощущение когда человек вот стесняется что он недостаточно чего-то знает он недостаточно хорош или ну причин как бы много вот и я как бы ребенку своему объясняю потому что когда-то сама это прошла когда например там меня попросили подменить девочку и надо было отправить факс я не знаю что такое факс да как бы мне 18 лет и я в смысле факс ну то есть вот такие вот как бы моменты они и ты такая в ступоре типа факс и спросить как бы вроде бы как стыдно ну и в то же время я поняла что почему мне должно быть стыдно да если я действительно не знаю что это такое над этим работают нет я не была я всегда такой честно который в эпицентре покупали демки я вам спросила да в эпицентре говорю где я купил потому что девочки спрашивают да я кайфую от новой себя надо нам кофе попить как некий шаг нравится шаг начинается 21 сентября анечка как вы справлялись дочкой моей 10 не могу понять и найти подход не хочет прибираться вообще как правильно воспитать дочь кстати я сегодня придумала такую штуку он как придумала она давно была и девочка мне подписчица подсказала она говорит а давай как бы ну видео про воспитание доминики но ника уже взрослая я думаю воспитание ну блин столько нюансов прошли мы столько потому что эти переходные периоды да это 7 лет 10 лет это 13 15 ну и так далее то есть у ники тоже есть заскоки психи и тому подобное слезы на ровном месте это гормоны то есть они бабахнули и как бы я понимаю что это гормона она тут не виновата потому что это просто гормоны если она хочет поплакать я даю ей возможность поплакать поэтому как бы это несколько этапов и девочка посоветовала как она говорит а давайте такое как типа почти прямой эфир но это не прямой эфир а типа видео вопросы ответы я говорю хорошо я в инстаграм давайте даже сегодня вечером сделаю я напишу получается пост где вы в комментариях вот как например у меня с косметологом было я написала пост что задавайте свои вопросы а я буду задавать их косметологу и получилось такое интервью без подготовки потому что это классно то же самое можно сделать с доминикой я выкладываю получается пост вы пишите там вопросы вас интересующий и я могу что-то сказать как мама и получается то есть сначала например говорит доминика отвечает на этот вопрос а потом например я чтобы он не сильно длинным тоже было и тогда вы увидите со стороны как это видит мне кажется это вообще очень здорово это сегодня я зубы чистила утром и подумал о том что блин это же круто вы увидите позицию взрослого человека да как бы родителя и подростка и я для себя даже многое пойму потому что мы то общаемся как бы и никогда мам ты строгая что говорит там про сегодня к ней девочка должна прийти с ночевкой и ее мама там не пуск не пускала я не к тоже не особо пускаю скажу честно я и вот не к пытается понять почему почему у других детей как бы вот так а у меня вот так я пытаюсь ей объяснить почему она начинает как бы пытаться понять ну то есть тоже какие-то моменты и мне кажется это очень интересно вот прям очень интересно так что давайте так сделаем и заодно как бы вы зададите те вопросы которые как бы вас интересует как правильно воспитать дочь тут еще от характера зависит потому что уники один характер у другого ребенка другой характер и всех под шаблон воспитывать не получится есть определенные конечно ну как бы наверное какие то вещи принципы да вот как мальчиков воспитываю да по чтобы у них были принципы так наверное у девочки есть но я воспитываю по интуиции я вижу где надо надавить а где надо отпустить а как вы перебороли это стеснение боюсь ходить на собеседование теряюсь краснею заговариваюсь от стеснения я вчера была на собеседовании разговариваю сэм он говорит ну что ну как я говорю ну вот так вот так говорю там типа посмеялись там мне задали вопросы и говорю ну я сказала ребята вы типа чего мне 35 естественно я так разговариваю вот ну то есть это у вас мне кажется стеснение потому что как бы недостаточно верите в себя то есть вам надо подрасти в вере в себя то есть как бы выращиваете свою веру то есть посейте это зернышко и вы выращиваете потому что мы все люди у всех есть свои какие то минусы плюсы и тому подобное у вас есть тоже свои плюсы и свои минусы вот свои плюсы как бы думаете о них да почему вы хорошая в работе да то есть почему вы боитесь и стесняетесь на собеседование идти очень такая штука то что не они должны еще вас взять а вы должны согласиться пойти в эту компанию потому что если вы классный сотрудник если вы разбираетесь в том то в том то в том то например да и знаете что вы этой компании можете принести доход и будете как бы ценным сотрудником то уверенность будет в любом случае потому что они должны посмотреть на вас подумать блин надо брать а если вы понимаете что не дотягиваете вот тогда будет неуверенность ну понимаете да о чем я а нет очень интересный эфир чтобы был на тему отношений воспитания детей особенно про отношения с дочерью это надо с никой давайте наверное мы сделаем эфир с никой как-то может на выходных в субботу потому что воскресенье уйдем ки день рождения мы отмечаем поэтому давайте попробуем в субботу я заранее попробую анонсировать чтобы понять время но если что он будет в vgtv сохранен но если вы хотите то будет вопрос аж задаваться поэтому давайте ориентировать на субботу но время я скажу попозже пока не знаю и так будет мне кажется правильно парадокс вот пожила для себя только два года между двумя браками в браке почему то я перестаю жить для себя видимо не тех выбираю или вообще не для брака вообще вольная птица на самом деле я вот например могу проанализировать да я жила в браке жила как бы без брака да сама и сейчас да отношения с мужчиной и как бы есть моменты бы то естественно да точно так же он приходит с работы точно так же его кормлю и так далее да и вы говорите что наверное не тех выбираете вот я могу сказать что многие вещи действительно то есть разные люди как бы вы по-разному себя чувствуете можно чувствовать себя очень спокойно очень комфортно и очень хорошо рядом с человеком и ну как бы не чувствует что вы живете для кого-то потому что все что вы делаете вы делаете как бы с любовью да и с желанием когда это делается машинально то это превращается в рутину которая потом подбесит вот тут на самом деле у каждого да есть определенные обязательства и их надо как бы выполнять но есть моменты когда люди когда вместе бывает такое что женщина ну не хочет она готовить ужин всегда можно заказать пиццу или доставку на дом потому что она например так же устала или плохо себя чувствует или например мужчина же понимает что когда критические дни то может быть и плохое настроение и тому подобное когда мужчина это все понимает тогда как бы проблем нету точно так же и женщина у него какие-то штуки да как бы ну иногда просто надо затаиться и понаблюдать в плане того что не трогайте просто его ну и вот когда люди вот так вот ну как знаете защелкнулись и она тогда прикольно поэтому я не знаю тех вы выбираете или не тех просто это просто будьте собой мне кажется когда человек он вот такой какой он есть они 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 делают что-то чтобы как бы казаться лучше да я не про вас сейчас говорю я говорю в общем то тогда и дальше будет все хорошо я просто помню мы на втором свидании обсуждали я говорю а было бы неплохо если бы мы сейчас вот сейчас с собой сидим разговариваем но мы такие какие мы есть то есть без вот этого напускного вот такого вот понятное дело что каждый хочет казаться лучше и потом что-то вылазит но в принципе я посмотрела ничего такого у нас не вылезло мы в принципе есть такие какие есть ну как бы не было такого ага это совершенно другой человек понимаете то есть поэтому поэтому надо быть собой и если там на первом на втором на пятом свидании как бы вы такая какая есть и вас принимают это хорошо главное чтобы человек такой же был самой 30 иногда когда нужно что-то сказать по телефону сначала пишу на бумагу а потом звоню чтобы не тупить хорошо а почему вы не позволяете себе тупить вы думаете о том что там о вас подумают как-то не так то есть как бы это тоже чуть-чуть не уверена себе потому что мы все люди и каждый имеет право на ошибку просто это надо понимать если там подумали о том что блин тупит ну окей сейчас затупила потом не туплю ну то есть ну как бы я тоже могу затупить но я по этому поводу например не парюсь потому что ну затупила разные причины бывают устала заговорилась там я не знаю не подумала так как надо было бы быстрее или там медленнее ну короче если конечно так удобнее написать на бумажке и как бы по бумажке и говорить окей ну как бы не знаю мне кажется расправляйте крылья я кайфую сейчас от себя уже минус 15 и это очень уличку на самооценку раньше была худышка после родов разнесло сейчас спустя 4 года тащусь от себя впереди еще минус 7 и я юху уверенность аж прет вот видите у кого-то от веса у кого-то от каких-то других как бы вещей да там я не знаю у каждого свои причины поэтому молодец что знает что даст уверенность себе и все аль здравствуйте есть что-то что вы хотели бы изменить себе нет нет потому что я себя принимаю есть моменты которые бы я корректировала потому что например если бы я хотела что-то совсем кардинально изменить тогда бы я была не не я ну то есть я бы думала по-другому и получается это было бы недовольство собой у меня бывают недовольство собой но опять же у меня есть принятие как бы я такая какая я есть я себя такой люблю есть вещи которые мне не нравятся но не совсем не нравится которые бы я хотела искоренить а которые требуют коррекции и вот я их как бы живу и корректирую и все я тоже хочу такое видео воспитание девочки-подростка ну хорошо анечка доброе утро сохраните пожалуйста эфир на работе не могу посмотреть здесь сейчас спасибо хорошо а ребенок только пошелся от какой совет да чтобы он быстро адаптировался я не смогу дать какой-то совет чтобы ваш ребенок быстро адаптировался потому что все дети разные сады разные и стрессы у детей разные кто-то сразу приходит в сад там буквально плачет неделю а потом все ок а кто-то год плачет как мой например мой рыдал наверное полтора года если не больше да каких он только вот сейчас пошел в старшую группу и идет спокойно а до этого мы плакали то есть как бы он рыдал он плакал но он рано пошел конечно в детский сад в два с половиной года я его в частный отдала вообще в два а в два с половиной он пошел в государственный ну конечно он так ходил скажу честно то у меня было такое ощущение ребенку нужно типа как бы ну социум такие же дети как и он я в принципе так и считаю но если мама дома то в принципе может ребенка отдать детский сад уже там в пять или там в четыре да ну как бы хотя опять же время идет и у меня постоянно все меняется то есть как бы надо по детям еще смотреть ника вообще тоже пошла в два с половиной по-моему она пошла без каких-то адаптаций без ничего просто пошла ей понравилось и вот поэтому детки разные что сказать вам у ребенка стресс он как бы будет плакать и как бы хотеть к маме потому что потому что они такие почти все водить водить рассказывать и говорить о том что ну детский сад это место такое то такое то рассказывать о детском саде что-то очень хорошее спрашивать у него что было в детском саду что ему понравилось то есть как бы чтобы вызывать позитивные эмоции у меня димит любит детский сад он сказал я не люблю детский сад только потому что там в обед надо спать а так бы наверное все было бы ок вот очень крутая идея видео с дочкой окей анечка ну какая же вы мудрая обожаю вас смотреть спасибо большое доброе утро привет . как твои дела что у тебя нового как у меня дела хреново если честно у меня много вопросов которые надо закрывать я пока не знаю как но но в то же время знаю что он как все вопросы решаем как бы вроде бы нет таких нерешаемых вопросов просто знаете как иногда возникает жалость к себе а потом типа стоп как бы я вообще не люблю это чувство ну такое поэтому пытаешься понять почему так а если это так то вот так то есть начинаешь анализировать анализировать и и так далее вот поэтому сказать что что-то плохое произошло там что-то нет просто я не ожидала многих вещей и как бы поэтому она у меня и выбилось колеи как бы так вот поэтому дела нормально то есть как бы бывает и лучше бывает хуже что тебя нового ну пока ничего такого как нормально притираемся к некоторым вещам ну как не то чтобы притираемся нет есть один момент который мне не нравится не то чтобы не нравится ну короче тоже есть такая штука а так в принципе все ок осенний кризис вчера по телефону разговаривали я сделала скрин там смешная такая штука была и сегодня утром что-то листала фотографии хотела выложить джиппост и нахожу эту фотографию как начала смеяться он еще так сделал так прикольный и я сделала скрин и смеюсь и мечет смеешься скрин сделал начал на меня ругаться подожди с тобой по-другому уж как надо быть все время в этом начеку потому что блогеры они такие вот степимся друг на друга это прикольно на самом деле при первой встрече с человеком можно понять что он твой нет ну как бы у меня такого не было скажу честно я даже не знаю как но фильмах такое есть может быть у кого-то такое было но опять же как можно понять что он твой для меня понятие мой это надо его познать то есть как вы поймете муж по запаху по если это по визуально он там разговаривает как-то или еще что-либо но это просто симпатия а чтобы понять что он твой это надо узнать человека то есть как бы определенный момент должны сойтись то есть у вас есть определенные принципе и у человека и они должны совпасть вот тогда вы понимаете что да это мое что мне все нравится а то что мне не нравится я принимаю тогда да а как бы с первой встречи вы ничего не знаете о человеке как можно понять что он твой никак ну это мое мнение такое субъективное но как отвернуть ребенка 7 лет от нежелательных друзей попробовать записать его в какую-нибудь секцию которая ему нравится чтобы время которое он проводит с этими друзьями минимально свести к минимуму но если это школа или детский сад 7 лет уже не детский сад если это школа то никак потому что как бы они все время будут соприкасаться переводить другую школу привет дорогобыча привет давно идет эфир да а во сколько демка заговорил моему два половины что-то совсем не торопится говорить дети разные у меня у подруги девочка не говорила до трех лет а потом заговорила у меня у старшего брата сын не говорил до трех лет но в любом случае покажите неврологу они в любом главное только не чтоб они любят пугать некоторые поэтому покажите мало ли может быть там какая-то штука которую надо исправить я не знаю но сидите они разные они индивидуальные как бы под одну гребенку всех тоже не надо демка начал говорить полтора года ма-па-ба да и ну как и все дети да а потом дальше дальше складывать это в предложение мало таких блогеров как вы жизненных приятно смотреть и слушать с пользой для себя уже невозможно смотреть тех кто из кожи вон вылазит чтобы сделать лучше фотографии спасибо большое очень приятно по поводу фотографии скажу честно последнее время может быть из-за настроения мне моя лента вообще не нравится и я думаю знаете как типа но иногда не хочется даже ничего публиковать открываешь свою как бы фотоальбом да в телефоне вроде бы есть фотографии нормальные но но все равно все не нравится короче я не понимаю такая как бы штука сейчас происходит непонятная со мной что мне сейчас ничего не нравится и мои фотографии тоже хотя у девочек например фотографии там на не на некоторых кого на кого подписано в основном это за границей очень нравится фотки иногда тоже я тоже так себе хочу начинаешь делать не такую же естественно да вдохновляешься делаешь что-то свое понимая что блин вообще не то и психуешь и не буду вот поэтому я как бы считаю что наверное не самая главная фотография главное что под ней написано эмоции на фотографии но я сама очень я визуал я сама люблю очень красивые фотографии вот но важнее что под фоткой для меня лично как получить свое тело и восхищаться собой постоянно комплексы насчет своей фигуры у каждого человека есть момент который ему не нравится у меня тоже но я все равно свое тело очень люблю я просто работаю над тем что мне не нравится поэтому чтобы восхищаться собой вам не надо быть идеальным телом ваше тело уже идеальное потому что она у вас есть хотите лучше работаете над этим по-другому никак ну это правда чтобы полюбить свое тело опять же надо его принять это такое знаете блин тоже заезженное но а все такое по-настоящему потому что ну это правда а как принять да вот у многих вопрос а как принять ну вот я не принимаю мне не нравится да привет да у меня свои зубы вот надо начинать наверное как бы с малого подбирать например наряды когда в которых вам вы себе нравитесь да и ваша фигура вам нравится потом постепенно вот например даже когда вы купаетесь да как бы гладить свое тело его благодарить ну просто да вот там нежная кожа если не хотите слух хотя бы просто мысленно да баловать себя там скрабами да то есть как бы разрабатывайте в себе эту это чувство да венеру баловать побрякушки платья танцы люди очень здорово помогают подруги которые которые вас любят и всегда могут сказать о том что но не 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 под не подхалимчество а ну искренне да как бы сказать о том что хорошо выглядишь это будет вас как бы вдохновлять на полюбить себя вы живете вместе со своим мужчиной ну как сказать мы подживаем когда вместе когда нет но в общем да наверно они напиши пожалуйста пост как полюбить себя хорошо сколько у меня в этом прямом эфире заданий просто просто вообще снять прямой эфир с доминикой написать пост чтобы это я для себя чтобы не забыть написать пост для вопросов ваших и снять видео на эту тему для ютюба о воспитании написать пост как полюбить себя что-то там еще было забыла о мне по времени уже пора убегать ребят я вообще заговорилась я желаю вам хорошего дня спасибо большое за эфир я его сохраняю в и gtv не в посте все всем пока пока пробежать